Вопрос от участницы, которая в Мауне попросила через это тело озвучить. Три вопроса. Телу с самого детства показывалось, что оно тут одно. Родители не особо заботились о ребенке, он принадлежал почти сам себе. Потом программы и карма все время твердили, что у тебя нет права на жизнь. Зачем искаженное явление все это мне показывает? Ты понимаешь, фильм, который он начал смотреть на экране, ведет свои драматургии, кульминации. Если ты увлечен этим фильмом, то переживания все произойдут. Понимаешь? Переживание кульминационных моментов той драматургии, которая происходит на экране. Перед глазами разворачивается кармическая история какая-то. И она переживается. Такова природа сна. Вспомните ночные сновидения. Вот закрыли глаза, а потом вдруг что-то появляется. Так ведь? Какое-то действие, что-то там, как будто персонажи какие-то, что-то куда-то ходится, что-то делается кем-то. И этот сон может довести до крайности, пока в холодном поту, собственно, вообще ни пробуждения не случится. Так и тут. То есть до вот этого кульминационного момента должна дойти драматургия. Настрадаться надо так, что как бы в холодном поту просто, ну, должен пробудиться. Готовность должна возникнуть. Вот, вот что происходит. В продолжении. Зачем этот замкнутый круг сначала навешивать ребенку программы, а потом во взрослом теле просыпаться вновь? И если это чья-то игра, то кто в нее играет? Замкнутый круг возник, потому что возникла вот эта эпидемия, понимаешь? То есть так или иначе, так или иначе, ребенок вынужден заразиться, понимаешь, от своих родителей этим вирусом. Вирусом вот этого эго, которое наполняется ядами и отравляет тело. Вызывая страдания всевозможные, понимаешь? Там, невозможность долгого пребывания тела в этом чистом божественном наслаждении, понимаешь? А погружение в страдания, которые перечеркивают всю божественность. Божественность, чистоту, все блаженство перечеркивают. Вот. Зачем так происходит? Так сложилось, понимаешь? Так играются энергии, так сейчас танцуются энергии. Кальюга, так называемая, она описана. Именно своими разрушительными энергиями описана. Она описана тем, что происходит с сознанием. Понимаешь? Описана тем доминирующим фактором самого сновидения, которые кошмарные. Понимаешь? Такова природа вот этой эры. Так танцуются энергии. Больше об этом нечего сказать. Поэтому возникают всевозможные круги, потому что тело, возникшее в среде, в которой оно возникло, у родителей, скажем, которые не пробуждены еще, ребенок вынужден всю эту сонливую нереальность воспринять. Понимаешь? То есть он вынужден попасть в эту игру и тоже в эту трясину вместе с родителями пребывать. А потом уйти со своими представлениями о том, как должно быть, потому что у него никогда не совпадет с реальностью то, что он о ней думает. Поэтому и возникает вот тот круг, понимаешь, на который каждый раз, каждый раз, в каждой жизни опять заходишь на круг со своей кармой, и начинается отработка и так далее. Бесконечная беготня хомячка в этом колесе. Благодарю. Следующий вопрос от нее же. Если идти и пребывать к пробуждению, и если все предрешено, получается, все равно придется отрабатывать карму жизни, просто уже со смирением, и чтобы не так мучительно было в бордо, то есть и там, и там все равно будут страдания, что ты пришел к пробуждению, что не пришел. Нет того, кто приходит, или того, кто уходит, понимаешь? Нет того, кто приходит к пробуждению. Пробуждение случается по готовности. Если эта готовность возникла, то вы обнаружите свое тело в этом зале. Вот и все. Как наработать смирение, если по карме тебе все равно прилетают страдания? Осознанием. Осознанием. Только осознанием того, что без смирения и служения никак не подняться, не очиститься. Мастер, приветствую тебя. И в продолжении вот этих вопросов тут возник вопрос такой, наверное, чисто технический. Если говорилось о том, что человеческое существо, нарабатывая карму, и дальше идет дальше, после смерти, и потом в перерождение, как индивидуальное сознание, то также говорилось о том, что когда ребенок рождается, первые три года, он в чистое сознание, до своего первого воспоминания. И то, что заражение происходит от мира, ну вот от этого сонного мира. От среди обитания, да. Тогда где вот в этом промежутке потерялось то самое индивидуальное сознание, которое пришло в перерождение? Оно не терялось. Дело в том, что его просто нет, когда в чистом сознании пребывает, ребенок, то его нет, потому что нет иллюзии. А потом оно активируется. То есть он несет его с собой как багаж, да? Да. Некий файл. Да. Этот файл просто запечатанный. Он распечатывается, как бы, активацией этого я-мысли, активацией индивидуального сознания. То есть ребенок, который приходит в этот мир, не является тем самым чистым листом, на котором можно все, что угодно написать. Он несет корму, да, в себе. Несет индивидуальное сознание, которое возникает во время перерождения, да, ведь оно, вернее, перерождение возникает благодаря индивидуальному сознанию, то оно несет в себе, несет в себе отпечатки кармические, которые первые три года не проявляются, скажем так, да? То есть ребенок пребывает как бы в чистом восприятии. У него не возникает памяти, не возникает страданий, там никаких страданий таких осознанных, грубо говоря, да? То есть возникают сигналы, если ребенок плачет, это же просто сигнал во Вселенную родителям о том, чтобы о нем позаботились. Вот. А он как бы не обретает новый отпечаток. Понимаешь? Новый отпечаток кармический. Отпечатки возникать начинают только тогда, когда он обретает, вернее, активируется в нем индивидуальное сознание. Эго, я-мысль. Вот тогда и начинает начинает карма, та, которая была вылезать, активироваться, как бы снова проявляться, ну и так далее. И вихри кармические уносят, 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 уносят. То есть я правильно понимаю, что индивидуальное сознание с вот этим запечатанным файлом в виде, ну, в виде кармы, да, которая еще не раскрылась, вместе с вот этим заразой, да, этого сонного мира, да, в совокупности, она как бы пробуждает, наверное, поэтому дети, если посмотреть четырехлетних детей, они все разные, хотя всем четыре года. Да, конечно. Тогда еще один вопрос отсюда, который выходит, а если в этот мир пришла, ну, скажем так, чистая сущность, ну, как бодхисаттва. Да, бодхисаттва все равно возникает, возникает благодаря заслугам чистоты, заслугам благодетелей, которые накоплены в прошлых жизнях. И тогда в какой-то момент просто вот это сознание, чистое сознание, оно преобладать начинает, то есть оно справляется с тем, что было привнесено индивидуальным сознанием, то есть осознанность возникает по готовности просто и все. с этим. Спасибо. Продолжение следует...